Прошло 11 лет, но непримиримый критик Лужкова, банкер Лебедев, точно помнит, какими словами были нанесены первые пятна на репутацию семьи мэра. Алешин, ближайший друг Лужкова, в это время процветал в Лужниках, где огромный был вещевый рынок. Поэтому мэр попросил заказать пластиковые кресла, а сами понимаете, что в бизнесе главный заказ. История с креслами его почти умиляет. Подумать только, весь контракт каких-то 700 тысяч долларов. По нынешним временам Абрамовичу на семечке. Но осадочек остался, а дальше были выборы и война. На этой неделе московский мэр стремительно терял честь и достоинство. Телекиллер Даренко наносит удар за ударом по семье мэра. Будь Лужков хоть сколько-нибудь мужчиной, не следовало бы ему вмешивать в такие дела свою жену. Это Юрий Михайлович не по-нашему, не по-сицилийски. Мы с вами как два Дона. Дон Серджио и Дон Джорджио. Не должны трогать тему вашей жены. Как видите, я все еще пытаюсь защитить вашу честь. То, что от нее осталось. Дон Джорджио. Дон Джорджио. С нелегкого языка Дона Серджио в народ пойдет фраза «член семьи жены московского мэра». А член семьи Лужковской жены – это кто? А это сам Лужков и есть. Он себя так иносказательно называет. Ведь у Лужковской жены семья с ним, верно? Я так понимаю. У Лужковской жены только с Лужковым семья, верно? Раз женщина взрослая и замужем, то ее семья – это которая у нее с мужем, правильно? Правильно. Значит, Лужков и есть. Член семьи своей жены. Член Лениной семьи. Правильно? То есть Ленин – муж. Чей муж? Ленин. То есть можно говорить, Юрий Михайлович – Ленин. К тому моменту ему 62, ей 36. Они женаты уже без малого 9 лет. Это было 90-х, кажется. Отец сказал мне, что вот они встречаются, и позвали меня на смотрины. Приезжал Юрий Михайлович, мы там посидели, поговорили. Дружеская партия в шахматы, если верить Виктору Батурину, именно так проходило сватовство Юрия Лужкова. Они с отцом в шахматы сыграли, ну еще как, не знаю. А потом объявили, что они поженились. Но на бракосочетании нас не было, ни меня, ни родителей. А почему? Ну не знаю, так было. Я как-то никогда особо не задумался, не обижался. Они когда поженились, мама Юрия Михайловича была, жена, она звонит моим родителям, говорит, слушай, я тут очередь за капустой заняла, говорит, давай, говорит, нашим, говорит, молодым купим, говорит, капусту наружу. А дам ему, я сказал, что Валенту вышла, раму за Руском, и чуть-чуть сатонную там. Что-то мы не согласились. Дни напролет, он то пьет, то похмеляется, но память о прошлом не пропьешь. Ее рожда не узнать невозможно. Девка очень хорошая. Вичка-конзелка. Вичка это кто? Это брат ее. Была моя первая любовь, я с ней не спал. Она, та самая Елена, та, что с бантом на макушке, а вот и он в юности, Андрюша Петров, первая любовь Елены Батуриной. Дядочка девчонка, очень хорошая. Она сама все такая добрая. Была, не все отъяснила, была очень добрая. Все, она, кстати, училась неплохо, 4-5 училась. А вы как учились? 4-3. Ну, тем не менее, мне не мешало, потому что директором, ну и все. Для него Лена всегда была девчонка с нашего двора. Дружили домами. Именно мать Андрея на этой фотографии, подружку с мамой Елены Батуриной. Вот моя младшая моя, моя мама. А тут-то младь моей Елены. Моей, ну не моей. А я там на этом заводе работаю с моей мамой и с папой. Мой папа был инженером. Смотрите, там убили. Ну, не важно. Вот. И все, что прямой, денежки решают все вопросы. Какой-то все. Андрей планировал, чтобы дружить с семьями, но жизнь расхидала. Он сапойный пьяница. Я пьянся, потому что у меня рука сложная, у меня все дела все, все подвольняно, поэтому поэтому-то я там напил целый балкон. Она женщина высокого полета и больших возможностей. Я знаю, что она обладает великолепной коллекцией императорского фарфора. Я думаю, что, наверное, лучшей коллекцией в России. И это чрезвычайно удивительно, потому что эта женщина, которая вышла из рабочей семьи, работала на заводе Фрезер, где, конечно, очень мало кто знал о таких вещах, как коллекционирование фарфора. В респектабельном антикварном магазине Елену Батурину всегда ждут как очень дорогую гостью. Хозяйка салона говорит, госпожа Батурина, хоть и попала в князи из кузьминок, обладает отменным вкусом. Вот здесь представлены все вещи, сделанные на императорском заводе временем Николая Первого, периода Николая Первого. Из этой коллекции Елену заинтересовали две вазы с водяным сюжетом. Похожие вазы теперь украшают какой-то из особняков Елены Батуриной. Антикварщица до сих пор не может забыть дорогую Елену Николаевну, которая, по ее словам, купила две вазы эпохи Николая Первого, не торгуюсь, за 250 тысяч долларов. Музеи обладают коллекцией императорского завода. Мы сейчас говорим о частной коллекции. То, что вообще сохранился фарфор, это, конечно, заслуга коллекционеров и, в частности, коллекционеров Елены Николаевны. А вот другая девушка из высшего общества Бажена Рынска в Батуриной человека из своего круга не признает. И миллиардами тут делу не поможешь. На юбилей своего супруга она даже как-то завелась и платье бархатное одела, но, в принципе, она выглядит довольно мужиковато всегда. Но вот на юбилеи там какие-то у нее локоны были, быстрый локон вился, бархатное платье. Она посещает свои светские мероприятия, она посещает турниры по гольфу, которые она любит, она посещает скачки. Она там была и, кстати, она там даже хорошо выглядела. Она там была очень смешная, как и о таком-то леопард в сафари. Такое вот а-ля сафари с какими-то леопардными вкраплениями. Даже смешно там очень выглядеть. Светская львица тоже порой заглядывает на те же мероприятия. И многое там наслушалась о характере первой леди Москвы. Люди, которые перед ней прогибаются, люди, которые заведомо от нее зависят финансово, она им дает возможность заработать, но она их гнобит. Она вообще у нее есть такой, она самодур. Как отзываются люди с ней знакомые, мне говорили о том, что она самодур. И она груба с людьми, которые вокруг нее от нее что-то имеют и зарабатывают. Она это заработает, но при этом унижает. Они уже дальше по цепочке унижаются, которые уже заистрируют. Впрочем, с хорошим характером миллиарды даже с мужем-мэром не сделаешь. Миллиарды батуриной ведь только начинались с тазиков и кресел. Все бизнесы, которые развивались в Эндеке, в частности, бизнес-связанные с нефтихими, с разработкой пластмасс, с цементом, строительство, в общем-то, на первом этапе и моя сестра, и Юрий Михайлович всегда были против этих бизнесов. Ну, не знаю почему. Им всегда нравилась торговля. Надо вкладываться в торговлю. Но вместо торговли в итоге она вложилась в цементный бизнес. Его Батурина потом выгодно продала за 800 миллионов. Еще за 300 миллионов ушла строительная компания, возводившая типовые дома для москвичей. А Энтека сконцентрировалась на рынке элитной недвижимости. Да так, что за несколько лет ее небоскребы и офисные центры и VIP-дома заполнили всю Москву. У этих проектов сплошь гордые названия. Район бизнес-класса, Гранд-парк, Шуваловский. Здесь непростые люди за непростые деньги покупают непростые квадратные метры. И за каждым проектом стоит вот такой или похожий документ постановления правительства Москвы. Чаще всего за подписью лично мужа Елены Батуриной по совместительству мэра Москвы Юрия Лужкова. Если вы мне объясните, что это не коррупция, ну я тогда скажу, что я даже не знаю, кто такой Ленин. Ну как Путин по поводу Шевчука, да? Или вот как сейчас скажу, не знаю, какой Батурин Лужков, не знаю, живу в городе, но ей-богу не знаю, кто это такой. Первый раз слышу. Поэтому о каком бизнесе мы рассуждаем? Но у властей другая логика. Мол, Интека, к тому же по конкурсу. Вы знали, когда вышли на этот темпель, что вы идете против Интека? Честно скажу, я не знал. Патта Арабули выступал против дочерней компании Интека в конкурсе за право отделочных работ статую постамента рабочей колхозницы. Где-то 850 с чем-то, а наше было 820 с чем-то. Где-то 50 миллионов 50 миллионов у меня пустило. Смысл конкурса, кто меньше внес, тому и контракт. Но дальше пошла игра не по правилам. Банк подставили конкретно. Но они здесь все не сказали, что было звонок с департамента. Сказали, что отозвать за деньги обратно. Это стоит в Москве? Наверное. Нет, так. Понятно? Подобных скандалов десятки и только официальных расследований. Ни одного. А без них выходят все совпадения случайны. В сравнении был очень хороший пример. Ну, если Елена Николаевна самая богатая женщина, только бы там самая богатая женщина России по версии Форбс. Только потому, что она супруга мэра. То, наверное, та супруга председателя он должна быть самой богатой женщиной мира. Конечно, легко говорить, враги клевещут. Но что, если по-другому теперь отвечает даже родной брат Елены Батуриной и глава крупной западной корпорации? Батурина в конференц-зал вошла Батурина и сказала, если вы хотите иметь какой-то бизнес с моей компанией, то я буду устанавливать правила. Привет, меня зовут Ленар Дальгрен. Я занимался открытием магазина Икея в России. Ну и когда я вернулся в Швецию, я написал книгу о тех фантастических временах. О дорогой Елене Николаевне в книге шведа Дальгрена рассказывается коротко, но смачно. Закупщики Икеи посещали Батуринский завод по производству пластика. Во время этой деловой встречи в конференц-зал вошла Батурина и сказала, если вы хотите иметь какой-то бизнес с моей компанией, то я буду устанавливать правила. А вскоре у Дальгрена возникли проблемы со строительством магазина внутри Садового кольца. Икея так и открылась загородом в Химках. Пару лет спустя через меня прошли какие-то слухи о том, была связана с батуринским неприятием в отношении Икея. Надо отдать должное шведскому бизнесмену. Слухом он упорно отказывался верить. Так и написал в книге. Но оказалось, о жене мэра можно либо хорошо, либо ничего. Мне позвонил председатель правления директоров компании Икея и сказал, что получил официальное письмо лично от Батурины о том, что ей не понравилась моя книга. Он сказал, что Икея должна держаться от меня в стороне и что на корпоративную вечеринку меня не пустят. Я сначала не поверил и через несколько дней перезвонил ему, чтобы понять, насколько серьезно он говорит. И он подтвердил, что говорил крайне серьезно. Выходит, даже крупная западная корпорация понимает, при чем здесь Лужков и каково влияние его супруги. Этот главный московский секрет Полишинеля не видит смысла дальше скрывать и родной брат Елены Батуриной. Я сейчас услышу высказывание Юрия Михайловича, когда он вот недавно сказал, что если бы не я, Елена Николаевна была бы не миллиардерша, она была бы в 10 раз богаче. Ну почему она могла выйти замуж просто там, не знаю, там, за Путина, например. Тогда да. В принципе, теоретически это возможно, да, практически он лицемерит. Ну, она, конечно, мужа твердки. Потому что такого тарана трудно представить. Был бы Лужков, нет, она бы добивалась, мне кажется, многого. По крайней мере, на 50 процентов. Ее личная заслуга во всем, я считаю. Остальные административный ресурс. Тем временем первая леди Москвы с супругом ведут образ жизни подобающий уровню их доходов. Она летает частными самолетами. Я сам видел во внукову Три, когда они приезжают на Майбахе, она садится в 319 или в 737-й Боинг. Это дорогой, вы давайте, поверьте мне. Они любят плавать на яхтах. У них вообще серьезный запрос. Потом у них недвижимость есть не только в Англии. У них на Кипре там серьезные вещи есть, в Австрии, в Германии. У них какие-то инвестиции очень странные. Там в Марокко они там собирались строить какой-то большой курорт. Говорит, она вообще с обожает. Не хуже Романа Аркадьевича в плане подразделения. Там на работе он будет там живой. Это уникальное видео. Вся семья Лужковых в сборе. Дочки Лены и Оля здесь они совсем маленькие. А вот постарше. Сейчас они уже невесты на выданье. Для них Юрий Лужков навсегда останется папой, а дорогая Елена Николаевна мамой. Для остальной России семья мэра Москвы еще долго будет выглядеть примером старой народной мудрости. Где власть, там и деньги.